Здравствуйте! С вами мир кунг-фу, мир здоровья. Мы продолжаем беседу о том, что такое кунг-фу и ву-чи. Кунг-фу – работа, время. Это значит, что время, затраченное на работу по своим телом, дыханием, сознанием, называется кунг-фу. С помощью древних восточных методик, которые позволяют вам изменить себя. Есть тело, есть сознание. Это как два громадных слона. Между ними, как электрический провод, дыхание. Дыхание связывает нас с телом и сознанием. Поэтому, для того, чтобы откорректировать тело, необходимо дыхание. Для того, чтобы откорректировать сознание, необходимо дыхание. Таким образом, сознание может помогать телу, а тело помогает сознанию, используя дыхание. Сегодня, в меру доступной техники древних даотских монахов, монастыря Ла-Хушон, которые позволяли приобрести радость, счастье, здоровье и удачу, сегодня находятся у вас. Но как работает сознание? Это то же самое, что мы открыли глазом. Это мы работаем с телом. Это мы работаем с сознанием. Видеть то, что другие не видят. Слышать то, что другие не слышат. То, что находится за гранью понимания. Человек очень понимает, что такое тело. Как оно выглядит. Что такое красивое тело, некрасивое тело. Пропорционально, непропорционально. Вам удобно, уютно, комфортно, ничего не болит. Вы счастливы. Это, видимо, часть. Мы видим глазами, слышим ушами. Это внешнее сознание. Но есть еще внутреннее сознание. То, что мы можем осознавать, не едя, не слыша, не ощущая, не нюхая, но понимая, что это есть. Чем отличается тело от сознания? Тело физическое. Оно здесь и сейчас, и по-другому быть не может. Сознание вне времени. Тело во времени. Мы смотрим на часы, и мы понимаем, что сейчас 8 часов вечера. Но для сознания не существует времени. Вы можете закрыть глаза и очутиться в прошлом. То, когда вы отдыхали 20 лет назад на берегу моря. Или были на вершине горы. Или катались на лыжах. Или вы можете представить, как будто бы вы катаетесь на лыжах или на вершине горы. Сознание может перепрыгнуть во времени вперед и назад. Такая способность позволяет вам видеть то, что другие не видят. Слышать то, что другие не слышат. Обладая всеми пяти органами чувств, невидимыми для всех остальных. Работа с сознанием позволяет вам корректировать тело. Это то, почему я об этом говорю. Я говорю о сознании, потому что методики, которые позволяют вам откорректировать сознание, очень мало. Именно техники кунг-фу и вучи профессионально занимаются регулированием сознания с целью приобретения красивого, здорового, счастливого тела. Для этого мы используем дыхание. Дыхание как энергия. Многие говорят об энергии. Но они не понимают, что это такое энергия. Да, мы можем понимать электрический провод, который втыкаем, и лампочка загорелась. Да, можно ассоциировать это с энергией тела. Мы излучаем энергию. Хора головного мозга наша, благодаря энергии, работает лучше и доставляет питание клеткам тела. И для этого есть специальное упражнение, если произошла сбивка. Таким образом, у нас получается, что мы, как генератор электрический, который, благодаря сознанию и тем, что невидимо, но то, что вы можете чувствовать, управлять, обладать, может скорректировать ваше тело. Это говорит о том, что вам, например, не обязательно бежать в тренажерный зал, бегать по беговой дорожке, или поднимать гантельку, или еще что-то делать такое для того, чтобы подкорректировать свое тело. У вас есть другие еще инструменты. Сознание, дыхание. Можно, стоя на месте, сидя, лежа или в движении, заниматься телом. И это и есть кунг-фу и учи. Повторяюсь, кунг-фу, работа и время, посвященное совершенствованию телу, дыханию, сознанию. Триад. И благодаря этому даосские манахи создали целую систему, которая есть. Понимание. О пяти элементах. Система пяти элементов – это как кирпичики, из которых мы состоим. Если вы хотите построить дом, вам нужны строительные материалы. Пять элементов – это строительные материалы. И мы объясняем, каким образом устроено наше тело. Пять органов И, пять органов Ян. Полнотелые, пустотелые. Они как-то взаимодействуют, работают, благодаря дыханию и сознанию. И мы имеем здоровье. У нас есть скелет, конструктор, который благодаря таосским методикам можно поправить. Брать боли в коленях, суставах, позвоночнике. Практически выполняя упражнения на месте. Без каких-то тренажеров. Не обращаясь ни к каким сторонним помощям. Без медикаментозного вмешательства. Супер. Просто уникально. Идем дальше. Система Инь и Ян. Что это такое? Система взаимодействия Инь и Ян – это движение. Когда мы двигаемся вперед – это Ян. Когда двигаемся назад – это Инь. Если мы что-то делаем или просто живем – это взаимодействие Инь и Ян. Например, семья. Вы ежедневно что-то делаете. Ходите на работу, приходите домой кушать и готовить, дете и так далее и тому подобное. Это Инь и Ян в движении. Называемое Тайщи. Инь и Ян могут двигаться по часовой стрелке и против часовой стрелки. Когда оно двигается по часовой стрелке, мы занимаемся телом. То, что во времени. Когда Инь и Ян двигаются против часовой стрелки – это работа сознанием. То, что вне времени. Все, что нас окружает, и все, что мы видим, и мы участвуем в этом движении, мы что-то производим, мы что-то делаем – это и есть Тай-Чи. Взаимодействие Инь и Ян. Где Тай-Чи? Там Нгами. Тай-Чи и Нгами между собой, как Инь и Ян. Можно условно сказать, что Тай-Чи – это Ян, а Нгами – это Инь. Хотя, они едины. Это как день и ночь. Нельзя разделить день от ночи. Хотя мы разделяем. Это и есть то, что нас окружает. Пространство. Вселенная. Таким образом, у нас получается, есть техники для тела, называемые Тай-Чи и Нгами. Это взаимодействие Инь и Ян. Как день и ночь. Но есть то, что за пределами Тай-Чи и Нгами – это называется Вучи и Вокык. Вучи – без границ. Вокык – великий предел. Пространство, которое нас окружает. То, что находится за пределами тела – это Вучи. Если, например, взять воздух в руку и перетекание сделать из одного в другую. Если, например, вот то пространство, которое нас окружает, и мы начнем его ощущать, чувствовать его массу. И двигать его, сдвигая, перемещая, и что-то с ним делать. Вот то, что окружает нас – это Вучи и Вокык. Вучи – это как Инь, Вокык – это как Ян. Сореводействие Вучи и Вокык создало Вселенную. Это то, что мы называем без границ. То, что не имеет границ. Человек не может подобрать слова, чтобы объяснить, что такое Вучи и Вокык. Мы только можем привести образный пример. Отпишите, что такое Вселенная. Можно привести пример. Любовь. Безграничная любовь – это Вучи. В момент, когда вы не можете жить без второго человека, и вы наполнены любовью, и вы все время хотите увидеть, вот этот Миг называется Вучи. Потом семья, брак. И каждый день одно и то же – это Тайчи. Потом второй человек умирает. И горе – это Вокык. Любовь. Как рождение. И Вокык – как смерть. Смерть и рождение вместе. Это Вучи и Вокык. Мы ежедневно находимся в состоянии Вучи и Вокык. Это грань, это волосы между тем, когда вы бодрствуете и спите. Вы заснули – это Вучи. Вы бодрствуете – это Вокык. Это как жизнь и смерть. Получается, что если мы ежедневно входим в это состояние, значит, мы можем им управлять. Да, действительно, человек создан так, что его способности и возможности безграничны. Он идеально-гениально, гениально-идеально создан творцом по образу и подобию. Мы есть творцы того, что желаем. Нужно творить все, что хотим. Рисовать, петь, танцевать. Управлять свою жизнью, как считаем нужным. У нас есть право выбора. Осталось просто прийти в наши классы и начать заниматься. Методики очень простые для понимания до любого уровня подготовленности. Это гимнастики без всяких принадлежностей, без всяких приспособлений. Даже стоя на одном месте, используя один квадратный метр. Ждем вас в наших классах. Мы будем очень рады видеть в наших центрах мир кунг-фу. Мир кунг-фу, мир здоровья. До встречи.